В минувшие выходные Кувшинова с рабочей поездкой посетила делегация Фонда развития моногородов, возглавила которую заместитель председателя ВЭБ РФ Ирина Макеева. О результатах визита в сюжете Наталья Чекет. Первым пунктом рабочего визита стало совещание по вопросам экономического и социального развития моногорода Кувшинова. Состоялось подписание первого соглашения о менторстве между Кувшинова и Котовском Тамбовской области, который входит в десятку лучших монопрофильных муниципальных образований страны. По соглашению будет оказана экспертная помощь по развитию города. В частности, это привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и экономики. Все свой опыт, который мы получили, привлекая инвесторов, мы, конечно, поделимся с Кувшином. Вот это будет самый первый шаг, который мы решили, Михаил Станиславович, сделать в этот месяц. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, необходимо активизировать реализацию проектов, которые обеспечат модернизацию и рост конкурентноспособности предприятий, что позволит улучшить благополучие жителей этих населенных пунктов. Подписание соглашения позволит расширить эту работу и сделать ее более эффективной. Важно, чтобы тот опыт, который накапливается у лучшей десятки, они могли передавать другим городам. И сегодня такое эпохальное событие состоялось, когда город, моногород другого региона приехал сюда и сказал, что все, что я знаю, все, что я умею, я готов свои навыки, весь лучший опыт транслировать, передавать и помогать другому моногороду, моногороду Тверской области. Порядка 25 соглашений, таких о менторстве, мы должны заключить в этом году до подведения следующих итогов. Далее члены делегации посетили молочное производство Николаевского фермы. В этом году предприятие планирует строительство завода по производству сыра, что создаст дополнительно 25 новых рабочих мест. Для этого предусмотрена подача заявки в моногородаэры на заем под 0% годовых. Это государственное частное партнерство. Государство нам помогает под сниженную ставку, а мы в свою очередь создаем рабочие места в моногороде, в свою очередь платим налоги. Помимо этого в моногороде ведется работа по благоустройству городской среды. В этом году Кувшинова войдет в проект «Моногорода РФ» по созданию событийных центров притяжения. Одну из таких территорий обустроят рядом с Парком Победы. Сейчас там располагается гостиничный комплекс, созданный по мотивам русских народных сказок, а также хлебницах и строящаяся сыроварня. Продолжение следует...